Здравствуйте! 30 октября в российских школах пройдет единый урок безопасности в интернете. Инициатором проведения единого урока выступил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Он проходит при активной поддержке Минобразования Российской Федерации, Минкомсвязи России, Института развития интернета, федеральных, региональных органов власти, а также представителей интернет-отрасли и общественных организаций. Единый урок пройдет в этом году уже в пятый раз, в Чувашии в том числе. Сегодня за круглым столом поговорим о том, почему проблема безопасности в интернете стала особенно остро. Знакомимся с нашими гостями, в беседе принимает участие. Елена Владимировна Сапаркина, Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике. Здравствуйте! Алексей Николаевич Якушевич, старший помощник прокурора Чувашской Республики по взаимодействию со СМИ. Добрый день! Александр Дмитриевич Чебутарев, главный специалист-эксперт управления Роскомнадзора Чувашии. Добрый день! Ольга Андреяновна Павлова, инспектор по особым поручениям пресс-службы МВД по Чувашской Республике. Добрый день! И Оксана Геннадьевна Рындина, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Чувашия. Здравствуйте! Не секрет, что по результатам исследований все больше детей попадают в заложники сети, попадают в интернет и очень рано начинают с ней знакомиться. Никто не отрицает, что интернет это очень мощный, развивающий стимул для взрослых и детей в том числе. Но вместе с тем и большая опасность стоится в том, что ребенок бесконтрольно, безнадзорно проводит много времени в сети. И давайте сегодня поговорим о том, сколько опасностей в себе стоит интернет. И хорошо, что об этом знали бы не только родители, но и дети. Попробуем донести эту информацию сегодня до них тоже. Итак, давайте попробуем выяснить, есть ли какая-то возрастная граница, когда ребенку нужно познакомиться с интернетом, когда его нужно знакомить, рассказывать, показывать, как в нем работать. Ну, наверное, начну я. Дело в том, что век современных технологий, человечество очень часто стало использовать гаджеты в своем развитии. И первая встреча с гаджетом появляется где-то около года, когда ребенок начинает понимать, что это игрушка, которая все-таки отвлекает ребенка от каких-то потребностей. Очень часто родители используют данные гаджеты для того, чтобы освободить себе время определенное. А где-то с трех лет ребенок начинает осознанно пользоваться интернетом, и в трехлетнем возрасте он уже умеет скачивать какие-то игры, он уже может заходить на какие-то сайты. Но осознанное понимание интернета все-таки возникает с 6-7-летнего возраста. Это уже то время, когда родителям нельзя оставлять ребенка наедине с компьютером, с интернетом, подключенному в сеть интернет. Какие тогда опасности в этом есть? Есть ли у нас примеры в Чувашской республике, когда интернет превращается в угрозу даже? Ну, как правильно бы вам было уже отмечено, что сегодня, к сожалению или к счастью, интернет стал неотъемлемой частью нашей современной жизни. При этом как и для старшего поколения, так и практически совсем маленьких детей. Нельзя однозначно говорить, что интернет – это плохо, интернет – это зло. Наоборот, в первую очередь интернет создан для того, чтобы помочь нам с вами. В нем содержится глобальное количество информации, которая, в принципе, необходима и полезна нам в современной жизни. Но, к сожалению, в нем содержится много так называемых грязной информации, которая очень сильно и очень негативно может повлиять на здоровье и на психику наших детей. Ну, иногда даже и для взрослых. И поэтому от этой информации детей следует, на наш взгляд, конечно, ограничивать. В эту информацию входит, во-первых, так называемое видео для взрослых, которое, к сожалению, по определенным обстоятельствам, определенным причинам могут посмотреть и дети. В интернете очень много лиц, которые могут каким-то образом заработать, в том числе на детях, или каким-то образом совершить правонарушение или преступление в отношении детей, в том числе связанное с их половой неприкосновенностью, что тоже нельзя не отметить. К сожалению, такие факты и у нашей республики имели место. В интернете много информации, которая может побудить детей на совершение определенных действий. То есть всеми, наверное, в памяти такие случаи, которые произошли, к счастью, не в нашем регионе, но в прошлом году в ряде регионов России, которые активно озвучили в федеральных средствах массовой информации, о том, когда дети находились в определенных социальных сетях, в определенных группах в социальных сетях, которые пропагандировали определенные насильственные действия, и после чего совершали насильственные действия в школах, в образовательных организациях, и в том числе в отношении преподавателей, учителей или своих одноклассников. То есть эта информация, она, еще раз говорю, должна быть дозирована. И родители, в первую очередь, должны знать, что смотрят их дети в интернете, чем они интересуются, чтобы как можно позже дети столкнулись с данной информацией или вообще желательно с этой информацией не столкнулись. Позже? Насколько позже? То есть не получится ли так, что ограничивая и контролируя постоянно, ребенок, наоборот, начнет скрывать, прятаться? И вот как-то уже родителям вот эту вот меру полумер здесь быть не может. Во-первых, я думаю, что нужно объяснить ребенку основные правила поведения в интернете, что он этот интернет может нести, то есть поговорить с ребенком на равных, но на его языке. То есть не секрет, что языковое развитие у них немного отличается, чем у взрослых, поэтому на детском языке по-взрослому поговорить и объяснить. На своем примере могу сказать, что своим детям я объяснила, что такое интернет, какие опасности в нем есть. Стараюсь ограничивать детей интернетом, то есть просто выключая Wi-Fi роутер в квартире и все. И они четко знают, что у них есть определенное время, когда они могут поработать в интернете. Сын старший у меня занимается по учебным предметам, при этом он успевает и книгу скачать, почитать фантастику, очень любит, что очень, я считаю, положительно, потому что после чтения книги у него улучшились оценки по русскому языку, а младший ребенок, он смотрит всевозможные видео, играет в игры, то есть, но в определенное время, это во-первых. И когда родитель видит, что ребенок случайно нашел не ту информацию или зашел не на тот сайт, который ему нежелательно бы пока вот в этом возрасте видеть, все-таки постараться нормально, не паникуя, объяснить, что это не совсем то, что ему нужно, и какой вред это может принести. Делать не сразу всю информацию, выливать, как уж от холодной воды на ребенка, а дозировано постепенно, то есть, исходя из сегодняшней ситуации. Но я думаю, что более подробно Оксана Геннадьевна может это сказать. Оксана Геннадьевна, наверное, као, да, и были случаи, и опыты, и обращения о каких-то конкретных вещах. Можете рассказать, когда ребенок попадал в зависимости, родители даже об этом не знали? Ну, можно назвать это зависимостью, да? Можно назвать, абсолютно верно. Если действительно большую часть времени ребенок проводит за интернетом, если при попытке отвлечь ребенка от социальной сети или от каких-то игр это вызывает раздражение, то можно говорить о первых признаках все-таки зависимости. Что касается того, что ребенок зашел не на тот сайт, то по косвенным признакам поведения все-таки можно это отследить. Ребенок начинает отворачивать компьютер от родителей, ребенок начинает замыкаться, ребенок меняется в поведении. И вот эти первые признаки изменения поведения родители должны заметить. И когда вы уже, скажем так, на доверительном уровне поняли, что ребенок зашел не на тот контент-сайт, здесь все-таки должен быть двухсторонний анализ. В какой момент я упустил тот момент, что ребенку не объяснил, не проконтролировал, что ребенок зашел на запрещенный сайт. И как исправить это совместными усилиями, эту ситуацию? Как объяснить, чем чревато, чем опасен данный сайт? Как объяснить? Вот вы говорите, да, Елена Владимировна, на своем языке. Но это очень сложные термины. Как объяснить, как защитить свои персональные данные? Почему нельзя всю свою жизнь выкладывать в фотографиях? Многие же этим увлечены исключительно, чтобы добиться каких-то дополнительных лайков. Они чувствуют успех при этом среди одноклассников. Это же показатель такой для школьников, что их смотрят, их страничка популярна. Я про соцсети сейчас говорю. Некоторые начинают создать свой канал и снимать видео, в том числе опасное. То есть как, кто, кроме родителей, кто-то еще? Старшие товарищи, те же самые учителя, какие-то, не знаю, психологи при школах? Я расскажу, вот как мама, как я объяснила ситуацию своему ребенку, что такое персональные данные. И теперь ни он, ни его друзья в социальных сетях на своей страничке фотографии или там какие-то адреса, персональные данные, фотографии с предметами обстановки не выкладывают. То есть в свое время, это было года 3-4 назад, я объяснила своему ребенку, что выкладывать фотографию свою, оригинальную, в таком возрасте несовершеннолетним, это чревато не очень хорошими последствиями иногда. То есть случайные связи, случайные знакомства в интернете не поддерживать ни в коем случае. Если кто-то настаивает на общении через социальную сеть, то обязательно сообщить мне, родителю, чтобы мы вместе посмотрели, проанализировали, кто же это может быть и почему вызвана такая активность, чтобы потом совместно принять решение либо заблокировать этого пользователя, чтобы он не вышел на моего сына, либо продолжить общение, если на самом деле этот человек интересный. Но, к сожалению, бывает так, что и в нашей республике это было, в частности, за 7 месяцев прошедшего этого года, у нас совершено 19, в отношении 19 подростков и лиц младшего школьного возраста, это преступление через интернет, преступление против половой неприкосновенности. И каким образом это совершается? Определенное лицо, так скажем, регистрируется в социальных сетях как несовершеннолетний ребенок и находит по возрасту ему интересных детей, пытается с ними завязать знакомство, общение и так далее, и тому подобное. И, в общем, неосознанное поведение ребенка и незнание опасности, которые могут привести это общение, приводит к тому, что против этого ребенка совершается преступление. К сожалению, такие случаи есть, и они у нас растут. Если в прошлом году таких преступлений было в разы меньше, то в текущем году это уже довольно-таки существенная цифра. Вроде кажется, 19 для республики это немного, но это только по нашей республике. А ведь они, эти преступники, находят детей и в других регионах России. То есть у нас учет ведется только тех детей, которые проживают в нашей республике. А один человек может совершать преступление против 10-15 несовершеннолетних. Поэтому очень важно все-таки закрывать свои персональные данные, чтобы они были доступны только для друзей, которые подключены к вашей странице, к детской странице. И еще один момент все-таки, я хотела бы его тоже затронуть, это когда открываются в социальных сетях группы классов. То есть классы создают свои группы, классы, школы. Мы, наоборот, пытаемся детей отвратить от этих соцсетей, чтобы они поменьше там времени проводили. А некоторые школы или классы, или преподаватели, они, наоборот, их туда втягивают. То есть поощряют. И вот на одном из последних заседаний антинаркотической комиссии было дано поручение все-таки проанализировать вот эти вот ситуации, проверить Министерство образования и запретить создавать такие группы в социальных сетях. То есть группы классов, которые предназначены для получения домашних заданий и так далее. У нас ведь есть сегодня электронный дневник, где все это можно получить. Зачем дополнительно создавать группу в социальных сетях? Какие цифры? Как у нас такие преступления вообще? Ну, Елена Владимировна уже озвучила, что действительно 19 человек у нас, к сожалению, пострадали от преступлений в сети интернет. Вот буквально совсем недавно вынесен приговор на территорию Чуварской республики судом в отношении жителя не нашего региона, но который вступал в переписку в одной из популярных социальных сетей с несовершеннолетними жителями и нашей республики, и соседних регионов. То есть, как бы уже было озвучено, что они не только на наших регионах, она по всей России действует. Втирался к ним в доверие и предлагал направить к нему свои интимные фотографии, на что, к сожалению, многие несовершеннолетние, угрожаясь в современный язык, ввелись, направляли эти данные, после чего данное лицо начинало их шантажировать, угрожая, что эти фотографии будут представлены в интернете, если они не будут совершать какие-то определенные действия, которые явно абсолютно незаконны. К счастью, все это быстро выявилось, правоохранительные органы очень хорошо сработали, ВД и Следственный комиссия по Чуварской республике, и в последующем уже прокуратура поддержала гособвинение, и данное лицо в настоящий момент находится в местах лишения свободы. Вот хотелось бы добавить, что в сети интернета вообще с начала года у нас в республике зарегистрировано порядка 600 различных противоправных актов, и, конечно же, несовершеннолетние тоже могут стать жертвами интернета, и интернет-мошенников, в частности. Очень популярный способ взлом странички социальных сетей. То есть вот мы как раз говорили о том, что нужно предоставлять доступ только друзьям, но ведь не задумывается ребенок о том, что страничка друзей может быть взломана, и оттуда как раз приходит сообщение от имени друга с просьбой, допустим, перечислить деньги, выручить, одолжить, нужно срочные деньги, либо назвать реквизиты карты, опять же, со своей карты какие-то проблемы как будто бы. И что происходит? Ребенок или же отправляет деньги, непонятно кому, да, перечисляет, либо же называет реквизиты карты, и опять же, этим способом мошенники получают доступ к счету, и откуда совершается хищение денежных средств. Вот таких способов очень, такой способ у нас очень популярен, порядка 70 фактов, когда через взлом странички в социальных сетях совершают мошенники хищение. И другой момент, когда у детей сейчас действительно есть карманные деньги, есть определенные накопления, когда ребенок пытается совершить покупку через интернет. Очень тоже часто происходит обман, или же заходят на какие-то сайты сомнительные, заказывают, отправляют деньги, и потом ничего не получают товар. Либо же через социальные сети, опять же, какой-то товар рекламируется, и действительно, деньги переводятся авансом, и товар просто-напросто не приходит. Вот хотелось бы, конечно, предостеречь еще от таких моментов, что легко стать жертвами интернет, мошенников можно, детям тоже. Тогда Роскомнадзор тоже занимается вот этой вот общей проблемой и общими опасностями, да, и сайты, которые считаются опасными, взрослые о них знают, а дети их расценивают. Ну, если это есть в интернете, то, значит, если это можно посмотреть, если это можно увидеть, купить, приобрести что-то, пообщаться, то, значит, это нормально. На самом деле, зайду, наверное, издалека. С самого детства, по логике, родители должны обучать детей, как правильно пользоваться интернетом, то есть сидеть вместе с детьми и в интернете что-то искать, показывать им, как это правильно работает, что можно делать, чего нельзя делать. На практике, как, в общем-то, выясняется, зачастую дети сами учатся пользоваться интернетом, и отсюда возникают проблемы. В частности, дети делают там все, что хотят, все, чему они, в общем-то, научились, но при этом, не сталкиваясь еще с моментами, что их могут кто-то обмануть, что-нибудь им плохое сделать, вот попадают в плохие ситуации. Могу, наверное, рассказать, из-за чего это зачастую происходит. Первое, хотел бы опять поднять вопрос персональных данных, это то, что дети, да, в принципе, как и родители, не знают о том, насколько важны сведения, которые о себе сообщают, что дети, что родители. Вот, в общем-то, я скажу, что такое персональные данные. Персональные данные – это информация, которая в любом случае позволит найти человека, выйти на него как-то, вот, повлиять на него как-то. Вот это вот хоть и общее звучит, но на самом деле, вот что такое персональные данные – это любая информация о человеке. И когда кто-то выкладывает в интернет эту информацию, он по сути всему миру, любому человеку сообщает о себе, кто он, чем он занимается, как он выглядит, чем увлекается. То есть он сообщает о себе максимум того, чтобы на него можно было воздействовать. И дети этого не понимают. Да, в принципе, и взрослые зачастую этого не понимают. Отсюда вот возникают мошенничества, например, выискивают по персональным данным человека, его выясняют, чем он увлекается, чем занимается. Ребенок взрослый не имеет значения. Подходят к нему в доверии, перетираются, ну и, соответственно, совершается правонарушение. Та же самая ситуация с вредоносными сайтами. Если родители изначально расскажут детям, почему нельзя лазить на определенный ресурс, именно почему. Не просто не лазить куда-то, а почему нельзя, потому что тебя там научат чему-то плохому, потому что тебе может там что-нибудь очень сильно не понравиться, ты будешь грустить, ну и так далее. Вот когда объясняют вот это, зачастую дети не попадаются на посторонние сайты и действительно используют именно то, что нужно. Говорю это почему, сам веду уроки в школах, рассказываю об этом детям, и они в ответ рассказывают вот такие вещи, почему они с чем-то сталкиваются. С чем сталкиваются, да? С негативной информацией, с негативом от людей, с незнакомыми людьми, которые что-то пытаются доказать детям, чему-то научить, заставить что-то сделать. Все мы уже, например, слышали про вредоносные группы, группы людей, которые, в общем-то, для детей ничего хорошего не придумали и склоняют их к совершенно ужасным вещам. Вот именно рассказав им о том, почему это плохо, дети зачастую не будут, в общем-то, попадать под действие этих групп, этих людей. Кстати, хотел привести вот наши данные. Опять же, с начала года отделом КМВД Почувашской республики выявлено 18 сообществ, которые действительно склоняли несовершеннолетних к суициду, к таким пропагандировали, суицидальные наклонности. То есть все это очень серьезно. Это с начала года 18 таких сообществ выявлено. Ну и 42 сообщества, которые пропагандировали насилие, то есть пропагандировали насильственные действия. Вот эти сайты, да, совместно с вашим ведомством были заплакированы, к счастью. И они не могут вести свою такую деятельность непротивоправную. Касаясь персональных данных, к сожалению, вот даже если родители, дети эти данные будут всячески скрывать и правильно делать, да, к сожалению, эти персональные данные зачастую без воли самих, так сказать, правообладателей попадают в сеть интернет. В том числе, через средства массовой информации буквально не так давно прокуратура Чувашии проводилась проверка по факту распространения персональных данных несовершеннолетних на одной из интернет-ресурсов. Причем данная информация проверяется. Сейчас она передана была в Роскомнадзор для проведения последующей проверки и для того, чтобы решить, действительно имеется ли в действиях средства массовой информации состав административного нарушения и обязаны ли они в последующем будут заблокировать данные данные. То есть эта проверка проводится и, к сожалению, еще раз говорю, ряд средств массовой информации не всегда соблюдают требования закона в этой части. Ну вот касаемо школ, да, вы, наверное, тоже как-то контролируете в какая-то программа или что-то. Как проверяются школы на такой момент, когда школьник... Ну ладно, дома у него, допустим, нет такого доступа, а в школе? Ну, в школах у всех есть логика информатики, да. Компьютер есть везде. В компьютерах, да, есть доступ в интернет. В интернет есть. То есть это, например, необходимость для любого образовательного организации. Согласно требованиям закона, во всех образовательных организациях, во всех компьютерах должны иметься такие программы, как так называемые контентные фильтры, которые блокируют доступ на запрещенные ледоносные сайты. То есть прокуратура совместно с Роскомнадзором также проводит проверку во всех образовательных организациях этих компьютеров и проверяет, есть ли эти контентные фильтры или достаточно ли они установлены, имеется ли возможность выйти на какие-то запрещенные сайты, на какие-то сайты для взрослых или иные сайты, где содержится ледоносная информация. И в случае, если действительно этот доступ имеется, мы принимаем определенные меры реагирования, вносим в адрес образовательных организаций представления, для того, чтобы эти устранения, нарушения были усвоены. Хорошо, давайте тогда представим. Вот ребенок не хотел, но случайно, может быть, попал на какой-то сайт, ну, перешел, так получилось, увидел то, что не хотел увидеть. Об этом рассказал вечером родителю. Чувствует себя плохо, чувствует себя подавленно. Какие действия дальше родителей и детей? Вот куда обращаться? Мне, наверное, хочется сказать, что все-таки нужно обращаться в правоохранительные органы. Сразу родителям нужно... Да, потому что тут речь идет именно о преступлении возможном, о возможном противоправном действии, как чем-то умысле злом. И поэтому человека нужно остановить, потому что безнаказанность может породить еще большее преступление, а потом уже, естественно, заниматься самим пострадавшим ребенком в данном случае, то есть уже с психологической точки зрения ему помочь. Но в первую очередь нужно остановить человека, который совершил в отношении него какие-то возможные противоправные действия, чтобы он не мог как можно большее количество людей, чтобы вы от него не пострадали. То есть его нужно остановить в первую очередь, поэтому нужно сообщить, чтобы немедленно начать какие-то оперативно-растные действия. К сожалению, многие люди, в том числе взрослые люди, родители, не хотят, как говорим, выносить слоу из рук. Глазки, да. Глазки, да. Боятся, что эти данные в последующем будут известны в неопределенном кругу лиц. Но хотелось бы в данном случае однозначно сказать, что если родители обратятся в прокуратуру, уполномоченную по праву ребенка, в МВД, в Следственный комитет или другие правоохранительные органы, эти данные никому известны не будут. То есть у нас определенный доступ есть к этой информации. Эта информация будет обладать определенное количество лиц, которые сами будут проводить проверку этого сообщения. И я поддерживаю здесь представители МВД о том, что лучше сразу, заранее обратиться в соответствующие органы, чтобы не было неблагоприятных последствий. Здесь хочу отметить, что мы сейчас говорим в первую очередь о уголовных преступлениях. Однако в интернете есть еще очень много информации, которая может нанести вред и не являясь, в общем-то, не совершая правонарушение какое-то. В пример могу сказать, что есть 436-й закон федеральный о защите детей от информации, который, благодаря которому, в общем-то, у нас любой фильм абсолютно, который показан был по телевизору или в кинотеатрах, маркируется знаком. Для чего это изначально делается? Для того, чтобы определить, нанесен будет вред при просмотре этого фильма или ролика ребенку или не будет. И вот на самом деле с чем сталкиваемся, опять-таки, дети смотрят все подряд, родители не перепроверяют, что можно ребенку смотреть, что нет, хотя уже специалисты оценили заранее, в какие фильмы нельзя смотреть детям. То есть на маркировку большая часть внимания не обращает почти никто. Вот это действительно проблема, потому что закон соблюдается, действительно, и средства массовой информации все уже знайки эти ставят, действительно, перепроверяют, но родители не обращают внимания, что на самом деле печально, поскольку действительно огромная работа в этой области проводится, это действительно позволит детей защитить от вредного воздействия. Это то, что показывают ежедневно по телевизору, например, я говорю. Причем не только телевизионные программы, кинофильмы, но игры. В интернете есть игры, которые дети современно играют, и тоже каждой игре согласно требованиям закона присылается определенный возрастной ценз, то есть выше 6 лет, 10, 12, 14 и так далее. И поэтому здесь рекомендация родителям, чтобы они смотрели, что за игры играет ребенок, и если действительно эти игры с цензом гораздо более выше, чем возраст ребенка, все-таки пытаться как-то ограничить. Не резко, возможно, не резко, потому что это резко может, наоборот, провоцировать обратную реакцию ребенка на то, что, наоборот, он будет это делать в тайне от родителей или еще где-то в другом месте. Ну, просто попытаться как-то объяснить ребенку, в чем он не то, что неправ, что нельзя в настоящий момент наверное делать и к чему это может привести. Здесь могу дать маленький совет. По любой игре абсолютно в интернете есть видеоролики процесс игры. Если родитель не может объяснить, что же это за игра и почему нельзя ребенку в него играть, то достаточно посмотреть видеоролик, и за 5 минут вы однозначно определите, что там плохого и сможете донести это до своего ребенка. Елена Владимировна, к вам обращаются тоже наверняка мамы и с детьми. Были ли такие случаи, когда вот именно пострадавших от интернет каких-то противоправных действий или вот пока у нас в этом плане все спокойно? В этом плане, конечно, по моей части более-менее спокойно. Я вот вспомнила обращение, которое поступало в прошлом году, когда дети выходили на интернет-сайты, направленные на пропаганду экстремизма, так скажем. Здесь вот хотелось бы отметить, что в таких случаях все-таки да, ко мне обращение поступает, да, я его перенаправлю в Роскомнадзор для блокировки этого сайта, но, к сожалению, на сегодня имеются некоторые несовершенства действующего законодательства и по моему обращению этот сайт не заблокируют, заблокируют только по обращению представителя пострадавшего ребенка там или который ну непосредственно связан был с этим происшествием или с этим случаем. Даже вот взять недавний случай блокировки интернет-издания, которая разместила персональные данные в интернете, по моему обращению Роскомнадзор не может заблокировать и принять какие-то меры, даже к рассмотрению принимать ну только в плане законности общей, так скажем, а конкретные действия только по обращению официальных представителей и официальных лиц. Здесь я, наверное, поясню, раз наша служба обсуждается, как вообще происходит у нас блокировка экстремистских материалов. Есть два пути. первое, это судебное решение выносится, в суде рассматривается дело о признании информации экстремистской информации, направляется у нас в Министерство юстиции Российской Федерации, вносится в федеральный список, который есть в сети интернет, и, соответственно, после этого информация блокируется в сети интернет, если в Роскомнадзор информация направляется. А второй способ, это органы прокуратуры или МВД, если найдут копию уже признанной информации экстремистской по судебным решениям, именно копию, направляют нам в реестр, опять-таки, заблокировать. Но в случае, если информация не признана экстремистской, хотя вполне себе любой гражданин сможет сказать действительно эту экстремистскую информацию, то в данном случае необходимо запускать процесс подачи заявления в суд. Это будет длиться длительный срок. Но вот получается проблема, даже не проблема, а сложность в работе состоит именно в том, что необходимы длительные процессы всего этого. Но она к работе ведется. Может быть, тогда разъяснить порядок? Да, вот хотелось бы сказать. То есть существует два основных порядка блокировки интернет-ресурсов. Первый, как уже было озвучено, внесудебный порядок по определенным категориям сайтов. Это связано с сайтом, где пропагандируется употребление, распространение наркотиков, связано с экстремистской деятельностью, как уже было сказано, сайта, которая пропагандирует самоубийство и так далее. То есть если любой гражданин или любой сотрудник правоохранительных органов увидит это где-то на сайте, он может обратиться либо через сайт в Роскомнадзор, либо в любой правоохранительный орган, ВВД, прокуратурный орган. Если этот факт подтвердится, то без разрешения суда Роскомнадзор в рамках своих полномочий может это стать заблокировать. То есть заблокировать доступ к нему на территории Российской Федерации. Существует другой порядок, судебный. То есть это в том случае, если информация является запрещенной, но не входит в определенный перечень. То есть сюда входит такая информация, как, может быть, прямо не относится к несовершеннолетним, это продажа дипломов, документов образования, продажа, возможно, актриматического оружия и так далее, продажа животных, которые занесены в Красную книгу и так далее. То есть в данном случае действует судебный порядок, блокировка сайта. Здесь прокуратура обладает правами обращения в суд от имени граждан. И в данном случае человеку достаточно, если они выявят такой ресурс, обратиться к нам, также через электронную почту или посредством простого обращения письменного к нам. Наши сотрудники проведут проверку. Если действительно факт подтвердится, мы составляем обращение в суд, заявление в суд. И уже в последующем, если суд встает на нашу сторону, мы контролируем последующую блокировку этого сайта через Роспотроскомнадзор. Здесь даже могу сказать некоторые статистические данные. Например, по экстремистским материалам, которые направлялись нам из органов МВД, прокуратуры и ФСБ, в данный момент, в этом году, уже внесено более 1200 адресов в реестр. Только в Чувашской республике, замечу. Это же много. Конечно. Так как практической части, да, все-таки, может быть, лучше вообще не проводить время в интернете и стараться, чтобы это у ребенка не было основным? Не считаю, что это выход из ситуации, потому что на сегодняшний день без интернета нет возможности учиться, совершенствоваться, развиваться и работать. Сегодня интернет очень сильно и плотно вошел в нашу жизнь современную. И чем раньше ребенок научится безопасно себя вести в интернете и получать только необходимую ему информацию, нужную, правильную и полезную, тем лучше будет ему освоиться во взрослой жизни. Ну вот в рамках автокаравана Чуваши, который проходил в прошлом году, в 2017-2018 учебных годах, в республике назывался он «Чуваши в защиту детства», я проводила занятия с родителями, как о безопасе детей в интернете, и в том числе такие же занятия проводились с детьми. Здесь хотелось бы дать практические рекомендации, которые озвучивались в ходе этого автокаравана. Во-первых, это ограничить свои профили в социальных сетях. Нужно покопаться в настройках и родителям, то есть вместе с родителями, и закрыть доступ к информации, к дате рождения, к фотографиям, к переписке, то есть чтобы она не была в общем доступе. Дальше использовать надежные браузеры, то есть именно те, которые зарекомендовали себя защитой, всевозможные у них есть фильтры, которые негативную информацию фильтруют и не пропускают, так скажем, ее, и защитить обязательно антивирусными программами, то есть и компьютер, и гаджеты. К сожалению, у нас сегодня телефоны, смартфоны тоже очень прочно вошли в жизнь наших детей, особенно подростков, и даже в школу дети ходят с этими гаджетами, поэтому необходимо на телефоне устанавливать надежные антивирусные программы. Никогда нельзя использовать легкие пароли для своих сайтов и аккаунтов. Для разных аккаунтов нужно создавать разные пароли. Они могут быть по логике примерно одинаково составлены, чтобы не приходилось каждый раз запоминать и восстанавливать заново пароли, но, тем не менее, они должны быть разными. С осторожностью нужно относиться к бесплатным программам, потому что бесплатные программы зачастую несут в себе такую настройку, которая позволяет собирать данные о пользователе этой программы, то есть его интересы, его использование, его местонахождение и так далее. На это тоже нужно обратить внимание. Никогда не использовать безналичные расчеты в интернете, то есть с помощью карт. Это детей касается. Потому что родители этим пользуются сплошь и рядом. Да, родители пользуются. Но чем позже у ребенка появится собственная карта, тем будет все-таки, наверное, лучше. Спокойнее даже. Спокойнее. И если вдруг у ребенка есть потребность купить что-то через интернет, то легче ему воспользоваться Яндекс деньгами, допустим. Ну, электронными деньгами, так скажем. И в этом плане они будут больше защищены, чем при использовании пластиковых карт. И самое простое и последнее из моих рекомендаций – это обновлять антивирус регулярно. То есть это должно войти в привычку. Поставить на автообновление можно. Можно самим обновлять. И проверять регулярно гаджеты на наличие вирусов. Вот. Может быть, кто-то добавит еще. Да, я поддерживаю в полном объеме Елена Владимировна. Действительно, ограничить полностью интернет в современном мире невозможно. Интернет – это раньше, лет 10 назад, интернет был только в компьютере. Сейчас интернет везде. В компьютере, в телевизоре, в телефоне, в часах. Даже вот недавно Чаник видел с выходом в интернет. То есть, в принципе говоря, интернет везде. И поэтому, если раньше мы проводили с детьми разъяснительную работу о том, чтобы когда ребенок выходил на улицу, что вот ты с ним не гуляй, с ним не ходи и так далее. Теперь такую же разъяснительную работу нам надо проводить перед тем, как ребенок выйдет в сеть интернет. В принципе, аналогии здесь, я думаю, сопоставимы абсолютно. Ну и опять же, наверное, нужно смотреть все-таки, какие сайты. Мы о чем вот говорили в начале программы. Нужно смотреть, какие сайты посещает ребенок. Как меняется его поведение, чтобы не пропустить вот эти настораживающие признаки. Потому что вот если брать последний пример, как раз злоумышленник, который потом обвинялся в серии фактов противоправных в отношении несовершеннолетних, он был выявлен как раз одной такой бдительной мамой, которая обратила внимание на изменения в поведении своего сына и решила поинтересоваться, какой такой новый знакомый появился у него в соцсетях. И вот таким образом был выявлен правонарушитель. То есть действовать нужно сообща, всем вместе. И я думаю, что вот как раз на сайте Роскомнадзора очень много роликов социальных, да, которые как раз и рассказывают. Предлагают посмотреть один из них прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин И еще в дополнение хотелось бы обратить внимание, что необходимо не отказываться от реабилитации ребенка в том случае, если он пострадал, реабилитации в плане психологической. Потому что, я думаю, более подробно об этом Оксана Геннадьевна может сказать. В 2016 году у нас заключено соглашение между Следственным комитетом и Республиканской психиатрической больницей. С этого момента у нас проводится медико-психологическая реабилитация несовершеннолетних, которые подверглись тем или иным противоправным действиям. На сегодняшний момент я хочу сказать, что средний возраст детей, которых направляют, это 12 лет. Самый уязвимый возраст, который попадает в поле зрения медиков-психологов. Что касается поведения детей в интернете, я бы все-таки хотела, чтобы родители обратили внимание, почему детей затягивает интернет, почему детей манит интернет. Первонаперво, основной признак, который притягивает ребенка в интернете, это недостаток общения в семье, недостаток общения в коллективе. Это невозможность понимания в коллективе, когда родители заняты своими проблемами. Это высокий уровень тревоги, связанный с учебой или с общением, когда ребенок с помощью интернета, с помощью общения в социальных сетях разряжает свой уровень тревоги. Это невысокая самооценка, когда у нас результаты ребенка оцениваются только по баловой системе, которую ребенок получает в школе. Остальные успехи родителям, как правило, не замечаются или не обращаются на них внимания. То есть вот на эти все признаки все-таки стоит обратить внимание, чтобы ребенка не манил интернет, и найти альтернативу интернету. То есть это какие-то развивающие занятия, это какие-то новые хобби, когда ребенка можно будет отвлечь от долгого пребывания в сети интернет. А те же самые настольные игры, домино, лото. Мне кажется, спорт больше, вообще, живое общение, да, живое общение должно быть. Спорт в плохую погоду, честно говоря, трудно реализуемое мероприятие, поэтому я думаю, что когда в зависимости от ситуации, развлечений на самом деле семейных очень много, при желании есть возможность продумать даже целую программу на месяц вперед, когда, чем, кто будет заниматься, и уделив этому буквально полчаса времени своего в день. И думаю, что мы сможем найти живое общение в наших семьях. Ну, тогда и доверительное будет отношение между взрослыми и детьми, что как раз же тоже позволяет выявить многие негативные вещи. Ну, это, видимо, в первую очередь благоприятная обстановка в семье, и из этого все и вытекает. Как будет ценить и уважать мнение родителей, когда к нему уважительно относятся, и он знает, он чувствует, что его ценят и любят. Вот в таком случае в семье будет все хорошо, и я думаю, что можно будет предотвратить все опасности, которые таит на сегодня интернет. Я очень надеюсь, что сегодняшняя беседа еще раз заставила задуматься и родителей, и детей, как мы. Умелые ли мы пользователи, или все мы знаем об угрозах и рисках, которые наносит интернет. И вот какие-то правила, может быть, от каждого, в чем еще бы, как посоветовать нашим телезрителям, на что еще бы стоило обратить внимание. Ну, наверное, скажу, первое правило, которое я считаю важным, это, пожалуйста, родители вместе со своими детьми, сидите в интернете и попытайтесь понять, что их там интересует, и вместе с ними смотрите это, для того, чтобы понимать, что вам не понравится, и объяснить ребенку, что может ему нести вред. При этом необходимо ценить, уважать его мнение и относиться к нему на равных. Не нужно всякими отговорками, что ты еще маленький, отказывать ему в информации, то есть, если затронута серьезная взрослая тема, постараться ему вовремя это все объяснить. Не бойтесь поделиться своей проблемой с другими людьми, и желательно, чтобы это были не какие-то соседи, посторонние люди, чтобы эти были профессионалы, психологи, уполномоченные по праву ребенка, работники правоохранительных органов. Не бойтесь это сделать, поскольку лучше это сделать заранее, чем в последующем могут возникнуть какие-то более существенные последствия. Я бы все-таки посоветовала побольше общаться со своими детьми, побольше интересоваться их друзьями, успехами в школе, всесторонне развивать своих детей и все-таки посвящать даже в свою жизнь, может быть, ваша жизнь, ваш опыт будет для них более интересен, чем пребывание в виртуальном мире. Но опять же, если хорошие такие доверительные отношения в семье, я считаю, что можно уберечь ребенка именно от любого рода злоумышленников, потому что при каких-то финансовых операций, если ребенок что-то, что хочет приобрести, либо с кем-то общаться начал в интернете. Если он может рассказать об этом родителям, и взрослый всегда может мешаться в опасную ситуацию и предотвратить ее, и вовремя как бы уберечь ребенка от этого. Спасибо большое. Я думаю, что если сегодня хотя бы один человек задумался над тем, что мы говорили, и посмотрел на своего ребенка по-другому, сел с ними также за компьютер, поговорил и научил его элементарным правилам безопасности, то все это было не зря. А я напоминаю, это был Круглый стол. Меня зовут Галина Титарчук. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин